Во вторник 30 января 2018 года в посольстве Российской Федерации в Вильнюсе состоялась церемония награждения митрополита Веленского и Литовского Иннокентия орденом почета. Глава Веленской Литовской епархии был награжден высокой наградой российского государства согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина от 3 октября 2017 года за большой вклад в сохранение русского культурного и духовного наследия, укрепление дружбы, сотрудничества между Российской Федерацией и Литовской Республикой. Награда была приурочена к 70-летнему юбилею владыки, который митрополит отметил в 2017 году. Орден вручил посол Российской Федерации в Литве Александр Удальцов. В своей поздравительной речи посол Российской Федерации отметил высокие заслуги митрополита Иннокентия в деле укрепления авторитета Русской Православной Церкви в Литве, его всемирную поддержку духовно-нравственных семейных ценностей, укрепление сотрудничества между Россией и Литвой. Особенно отметил то высокое уважение, которое снискал владыка у прихожан Православной Церкви в Литве. В своей ответной речи митрополит Иннокентий поблагодарил посла Российской Федерации за его участие и подчеркнул, что всеми нашими достижениями был бы опязан Богу, без которого не свершилось бы ни одно благое дело. Владыка также поблагодарил всех, кто трудится вместе с ним, и вместе с ним осуществляет дело служения Всевышним. Сам по себе Абхирей – малозначащая фигура. Она как бы высокая в эрархии, но без людей, без помощников он мало что может сделать. Мало что делать. Поэтому я всегда вижу, что эта награда и моим помощникам, всем православным священнослужителям, всем людям, которые вместе с нами, вот, трудятся для блага, блага и православных людей, и всех христиан, и всего народа. С поздравительной речью выступил также посол Республики Беларусь в Литве Александр Король, отметив в своем выступлении личную скромность владыки, его компетентность и последовательность в реализации принятых решений. Поэт Юрий Кобрин прочитал посвященные владыке стихи. В этом году детство и юность, зрелость и старость, Все спрессовала упрямая жизнь, но и под гнетом душа сохранялась. Вот за нее каждым вздохом держусь. Торжественная церемония продолжилась с выступлением артиринского хора под управлением ревента Татьяна Сковородка, который исполнил духовные и светские песнописки. Торжественная церемония Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok